МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире моей Удмуртии новости. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Первые Г. Выпускники нервничали, но их все равно проверяли. Металлоискатели и видеокамеры теперь неотъемлемые атрибуты экзаменов. К. Удмуртия ищет инвесторов. В промышленном регионе масса идей. Осталось найти желающих проспонсировать проекты. Неделя инвестора уже открыта. У бабушек Удмуртии сегодня праздник официальный. 26 мая в календаре нужно обвести красным и обязательно поздравить. Самый лучший способ подсказали бабушки Бурановские. Швейцарские часы с Удмуртской гравировкой. Девочка из Воткинска растопила сердца европейских часовщиков своим рисунком. Эксклюзивная партия модных аксессуаров поможет спортсменам-инвалидам. И хоккейные страсти, как Удмуртия вместе со всей страной, отмечала победу российской сборной. Сегодня выпускники сдали первое ЕГЭ. Приметы были по выбору. Литература или география. Эта экзаменационная кампания запомнится тотальным контролем за школьниками. Впервые весь процесс записывают видеокамеры. Да и в пункт сдачу ЕГЭ попасть можно после тщательного досмотра. Елена Лебедева спросила выпускников, как им нововведение. До начала первого ЕГЭ остается чуть меньше часа. Пока выпускники судорожно повторяют материал, в аудиториях уже все готово. На столах по два экземпляра черновиков, а по углам камеры. Их установили в каждый кабинет. Школьникам впервые предстоит сдавать экзамен под видеонаблюдением. Видно всю аудиторию, видно всех деток, просматриваются все детки, а также преподаватели. В каждой аудитории по два человека, по два человека преподавателя и 8-10 детишек. Сами выпускники о всех новшествах единого госэкзамена, конечно, знают давно. И хотя мандраж многие стараются не показывать, все же не скрывают. Писать экзамен под прицелом камер – это дополнительный стресс. Камера, мне кажется, это уже слишком. Психологически это давит, да, мне кажется. Лично на меня это будет давить, потому что я буду знать, что кто-то за мной наблюдает, кто-то смотрит. Это очень неприятные ощущения. На самом деле камеры от списывания не помогут. И, в принципе, единственное, что я сделала, только психологически давит. Я все равно шпорники не собиралась делать. И они только лишний стресс добавляют. Достать я их все равно не смогла бы, переволновалась. А так запишу. Все равно же есть какой-то багаж знаний. И даже если ты ничего не учила, у тебя все равно 11 лет учишься, знаешь предмет. Перед экзаменом каждого выпускника проверяют металлоискателем. В коридоре – столпотворение. Что будет, когда школьники массово придут сдавать обязательные предметы, русский язык и математику, даже представить сложно. На экзамене запрещено пользоваться мобильными телефонами и прочими гаджетами. Все, что можно взять с собой – воду и шоколадку. Они имеют право выйти в сопровождении. Но обычно много раз не выходят, потому что все трудятся, все стараются хорошо сдать экзамен. Один, максимум два раза. Вот просто мои наблюдения за много лет уже работы организатором ЕГЭ. Изменений в самих контрольно-измерительных материалах в этом году нет. Так, к примеру, по географии школьникам предстоит решить 43 задания разных уровней сложности. Базовый, повышенный и высокий. На все про все отведено ровно 3 часа. На литературу 3 часа 55 минут. Все это время за школьниками в режиме онлайн следят 5000 наблюдателей. Картинка поступает в центры обработки данных. Таких центров обработки данных находится 7 по всей территории страны. В день проведения экзаменов 5000 наблюдателей в городе Москве мониторят ситуацию, контролируют за правильностью ходом проведения экзаменов. Картинку на портале смотриегэ.ру могут рассмотреть только специалисты, определенные Рособорнадзором. Вот та самая картинка, которую получают наблюдатели. С камеры хорошо видно каждого школьника. Все видеозаписи будут храниться в течение трех месяцев после сдачи экзамена. Это, по словам специалистов, поможет в решении спорных моментов при подаче апелляции о нарушении. Все замечания, будь то шпаргалка или какие-то другие нарушения, наблюдатели сразу выкладывают сюда же на спецпортал смотриегэ.ру. Только сегодня за время проведения экзамена их накопилось немало. Правда, показывать уже выявленные нарушения пока запрещено. Технических сбоев на первых испытаниях не было. Картинка шла со всех пунктов сдачи ЕГЭ. Результаты экзаменов по географии и литературе станут известны 6 июня. Следующий ЕГЭ по русскому языку школьники напишут в четверг, 29 мая. Его будут сдавать почти 8 тысяч выпускников. Кстати, кабинеты, в которых выпускники сдавали сегодня экзамены, были выбраны, что называется, поприличнее. Но в целом школы и садики республики нуждаются в ремонте. На эти цели, начиная с 2015-го, планируют выделять по 200 миллионов рублей ежегодно. 114 школ и 60 детских садов республики нуждаются в проведении капитального ремонта. Кроме этого, ежегодно перед началом учебного года необходимо проведение текущей ремонта учебных кабинетов, 640 школ, групповых помещений 704 детских садов и помещений столовых. Наполню задачу составить списки образовательных учреждений, которые необходимо срочно приводить в порядок. Предправительством поставил Александр Соловьев. Глава республиканского Кабмина Виктор Савельев доложил, что сейчас города и районы раджируют объекты по приоритетности. Данные войдут в новую программу социально-экономического развития и в ближайшие пять лет в школы и сады придет долгожданный ремонт. Неделя инвестора стартовала сегодня в Удмуртии. Она стала продолжением международного экономического форума, который и задал тон сегодняшнему событию. О чем говорили и какие задания получили министры от руководителей республики, расскажет Оксана Худякова. Это не экспонат, а действующая модель беспилотника, рассчитанная на работу в городских условиях. В течение двух часов может беспрерывно вести наблюдение с воздуха. На этой выставке его представляют не разработчики. Авторы другого проекта «Технополис» как раз в такую серьезную наукоемкую продукцию они предлагают придумывать и выпускать на территории города спутника. Местные Сколково хотят построить под Ижевском. Мы предполагаем, что мы не просто используем те ресурсы, которые есть в Удмуртии, но и привлечем новых жителей в «Технополис» из других регионов. То есть это людей с высокой квалификацией, с высоким потенциалом. Потенциалом наших местных новаторов в высоте соседи по выставке Дмитрия Рыбакова вполне могли стать жителями «Технополиса». Они научились доставлять солнечный свет в любое темное помещение. Это наружный узел, здесь происходит улавливание света. Далее по зеркальной трубе свет за счет многократных отражений проводится внутрь, и здесь уже рассеивается в помещении. Получается солнечный свет непрямой, то есть борьба с теплопритоками здесь осуществляется эффективно, экономим на кондиционерах. С помощью таких установок уже экономят в 30-й школе. Заказчики есть, но пока немного. Чтобы выйти на промышленный уровень, нужны инвесторы. Как их привлечь – задача общегосударственная. Об этом президент страны говорил в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Александр Соловьев только-только вернулся из северной столицы. «Самое главное, самое важное, он решил и упор сделал на то, что мы должны продукцию, которую мы сегодня приобретаем, покупаем за рубежом, надо делать у нас, у себя, в России. Это ведь, знаете, какое движение наших производителей, будь это агропромышленный комплекс, станочный или еще что-то, это просто зал хлопал. Вставали даже и хлопали. Почему? Нам необходимо, конечно, загрузить полностью свой агропромышленный комплекс и промышленность, чтобы работали именно, делали все свое». Проект городских транспортников как раз из тех, что можно назвать импортозамещающим. Ремонт чешских вагонов они довели до совершенства так, что теперь им на реконструкцию хотят отправить трамваи и другие российские регионы. Но есть одно «но». «Если у тебя территории не хватает площадей, Петр Алексеевич, он тебе территорию найдет». Такого же личного участия руководителю республики требуют от всех чиновников. Работа по привлечению инвестиций станет одним из главных критериев оценки работы каждого министерства. На себя Александр Соловьев ответственность не снимает. «Сегодня глава республики, исполняющий обязанности, должен сделать все для того, чтобы инвесторы поверили в республику. И я постараюсь быть гарантом. Я и сегодня не зря сказал, надо думать уже о том, что какие-то изменения вносить в существующий наш закон. Может, где-то поры смотреть. Но, естественно, мы будем работать в рамках закона, тот, который сегодня есть. Но я думаю, что большим инвесторам надо сделать возможность все для того, чтобы они вкладывались». Задача, которую поставил Владимир Путин перед регионами, серьезная. До 2015 года довести объем инвестиций до 25% от общего объема внутреннего регионального продукта. У нас этот показатель пока составляет 18%. Но руководитель республики уверен, при должной работе Удмуртия за год подтянуться вполне сможет. Чем привлечь инвесторов у нас есть. Ребята, успехов вам! Оксана Фудякова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Жители Удмуртии задолжали коммунальщикам миллиарды, но порой долги оказываются липовыми. Все чаще законопослушные собственники платят астрономические суммы по ошибке, причем не своей. Главное объяснение – сбой системы. В этот раз разбираться в неполадках одной из таких систем пришлось съемочной группе «Моя Удмуртия». Что из этого вышло, расскажет Евгений Черепанов. Читать, что написано в коммунальных платежках Клавдии Дулесовой сложно. Женщине уже за 80 мелкие строчки не разглядеть. Но когда пенсионерка разобралась, была ошарашена. Счета за общедомовые нужды и водоснабжение зашкаливают. Больше 5000 рублей в месяц. Вот в этой, где общая была у нас, мы перешли туда, мне сразу добавили 1000 соль. И все после этого идет на добавку уже 2600-2700, там они все писали. А потом уже по 5 и по 4,5. Все началось еще в декабре прошлого года. Тогда из проживающих в квартире пяти человек двое выписались. Чтобы платить по факту потребления, женщина установила новые счетчики на воду и электроэнергию. Но платежки продолжали приходить по-старому на пятерых. Обращения пенсионерки в управляющую компанию ничего не давали. Ситуация изменилась только после официального запроса телекомпании «Моя Удмуртия» в энергосбытовую организацию. Выяснилось, заявление Клавдии Дулесовой пришло на месяц позже. Из-за сбоя взаиморасчетов с управляющей компанией. Пересчитали сразу, как только узнали о проблеме. Будет рассчитана услуга за май с учетом установленного в апреле прибора учета. 23 апреля дата стоит по акту. Сам перерасчет будет в графе «перерасчет». То есть у нее стоимость предъявленных ей услуг по горячему освобождению будет уменьшена. Ей начислялось на 5 человек, будет начислено на 3. С 9 декабря, как она заявилась в документе. Клавдию Дулесову уже уведомили. После перерасчета она будет платить значительно меньше. В энергосбыте отметили. Таких случаев в городе много. Чтобы не стать жертвой зависнувшей системы, жителям советуют обращаться к поставщикам напрямую. Иначе астрономическим суммам в платежках можно удивляться месяца-два подряд. Главное, говорят специалисты, подать информацию сразу, как только изменилось количество проживающих или вы установили приборы учета. Евгений Черепанов, Артем Пушин, Юрий Дроздов, телеканал Моя Утмуртия. Финансовые трудности не помешают юбилею Чуйковского. Правда, и списка мероприятий в рамках подготовки к торжествам некоторые объекты придется исключить. Сегодня об этом заявили и чиновники, и депутаты на совещании в Госсовете. Вероятно, из юбилейного списка уберут детский сад в Воткинске и реабилитационный центр в Ижевске. Реконструкция же культурных объектов будет финансироваться в полном объеме. Например, дом музея Чуйковского отремонтирован уже на 80%. Причем эксперты подтвердили, что строители не нарушают исторический облик этого объекта. Были эксперты Приворского федерального округа, дали заключение положительное, что нет нарушений законодательства Российской Федерации. И все проводится в рамках тех норм, которые сегодня утверждены правительством Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время эти строительные работы будут продолжены. И до конца текущего года музей будет занят в эксплуатацию. Вложиться в юбилей Чуйковского предложат и спонсорам. Сейчас рассматривается возможность создания фонда, в котором бы собирались средства от всех желающих, подобно тому, как и ранее восстанавливался Свято-Михайловский собор. Новую надежду русского балета разыскали в Удмуртии. На днях в Ижевске завершился Всероссийский детский хореографический фестиваль «Майский ландыш». Первый пункт из плана проектов, приуроченных к юбилею Чуйковского. Продолжит Яна Городилова. Это костюм «Шар-птица» из балета «Шар-птица». Все, что у нас здесь, вот вариация «Шар-птица». Костюм почти оригинал, как из балета. Лучше можешь почувствовать себя в образе, какой-то характер передать. Я сама по себе веселый человек, поэтому мне были жадкие образы. За кулисами фестиваля карнавал сказочных образов. «Шар-птица», «Красная шапочка», «Хрупкие обитательницы лебединого озера». В облике этих юных балерин все выверено до миллиметра. Образ для них не просто костюм, а целая наука. Танцовщицы с первых па знают балет. Это классика и вершина хореографического искусства. Участница из Воткинска представила на конкурс стилизацию. Классическую хореографию разбавили элементами национального татарского танца. Получилась смесь, вызвавшая в зале бурные овации. «Родители уехали. Дома стоит сундук, в котором вещи мамины, разные вещи. И вот девочка пока никого нет, надевает все, примеряет, в нем танцует. А потом она вспоминает, что вот уже родители приехали, и скорее-скорее все снимает». В ходе конкурсных просмотров жюри оценивало три составляющие танца – хореографию, технику и музыкальность. Справиться с волнением, тянуть ножку так, как это нужно, и не забывать улыбаться зрителям, старались все. Однако Гран-при фестивале жюри присудила воспитанница Кировской школы классического танца, уровень подготовки которой высоко оценили все члены комиссии. «Бывает такое, что иногда придешь домой поздно с репетицией и скажешь, что я очень надоела, хочется бросить. Самое главное – просто не волноваться, и все. Просто собраться и выйти на сцену, и представлять, что ты танцешь перед зеркалом, никого в зале нет. Чтобы не бояться, ай, там я сейчас упаду, на меня все смотрят, думать, что ты одна». А вот участники народного блока фестиваля за места не боролись. Фольклорные коллективы приехали за знаниями и опытом, участвовали в мастер-классах и показательных концертах, которые прошли в пяти районах республики. Яна Городилова, Лаврентий Павлов, телеканал «Мои Удмуртия». В Удмуртии сегодня поздравляли бабушек. Официальный праздник у них появился в прошлом году после триумфального выступления наших бурановских бабушек на конкурсе Евровидения. Первый раз дату отмечали на родине знаменитых певуней, а в этом году они сами приехали в Ижевск с поздравлениями, найдя окошко в плотном гастрольном графике. Мы когда на концертах выступаем, у нас Ольга Николаевна всегда говорит, сегодня придете домой, дети, позвоните бабушке своей, ей много не надо. Позвоните только, как живешь, бабушка, здоровье какого у тебя. Ну и дети стали любить бабушек, и нас тоже. Сама Галина Конева бабушка богатая на внуков, у нее их восемь, а еще есть четверо правнуков. И все они гордятся и даже не обижаются на то, что из-за большой популярности коллектива звездной бабушке приходится уклоняться от своих обязанностей. Ливни и грозы обещают Удмуртии этим вечером синоптики. Республику покинул теплый антициклон, на смену ему пришел холодный ветер, упала температура. Однако именно такую погоду метеорологи называют нормальной майской. В течение недели будет не выше 18, так что Ижевский пляж опустеет, а по ночам температура воздуха будет опускаться до 2 градусов. По северу не исключены заморозки на почве. Зато осадки синоптики обещают теперь только в выходные. Рисунок школьницы из Воткинска появится на швейцарских часах. Машине Кулина победила в конкурсе детских рисунков «Спорт во имя добра», который проводят швейцарские часовщики. Девушке 17 лет, она выпускница Светлянской коррекционной школы-интерната. Кроме того, Маша участница движения специальной Олимпиады России. Его задача сделать спорт доступным для людей с ментальными нарушениями. Как сообщает официальный сайт швейцарской часовой компании, зарисовка Маши выбрана, поскольку полностью раскрывает тему этого года «Время играть». Теперь гравировка с ее рисунка появится на оборотной стороне часов. Таких будет выпущено всего тысяча экземпляров. Часть прибыли от их продажи пойдет на специальные спортивные проекты. И напоследок о том, как Утбуртия встретила победу наших хоккеистов. Наверняка сегодня долго не могли уснуть не только любители хоккея, но и их соседи. Вот такое видео появилось в соцсетях. Судя по нему, жители столицы республики свою радость выражали очень громко. Ликование по случаю чемпионского титула, который достался нашей сборной в пятый раз, разделили многие. Не пропустил победный матч и Александр Соловьев. Ну, рад, честно говорю. Как бывший пионер, честно пионерски. Рад, почему? Потому что, ну, наконец-то. Мы же с поколом веков были самые лучшие в хоккее. Ну, ладно, футбола не было, а тут, смотрите, я рад. И очень хочу сказать огромное спасибо всем хоккеистам, те, которые играли за сборную в России, и всем, те, которые переживали. Я тоже переживал. 5-2, отсорежь, зачем? О других новостях спорта расскажет Марина Азиабина. Не переключайтесь, а я прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok